30 октября вышла новая редакция методических рекомендаций по проведению вакцинации против коронавирусной инфекции. Об изменениях в процедуре иммунизации нашей съёмочной группе рассказала заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаней. Первое, на что она обратила внимание, подтверждённый график вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он предполагает обязательную ревакцинацию через полгода после первой прививки. Многократно задают вопросы, приходят пациенты, что у них высокий уровень антител. В соответствии с методическими рекомендациями не имеет значения, какой уровень антител у вакцинируемого. То есть мы вакцинируем при любом уровне антител. Изменения коснулись и противопоказаний к проведению иммунизации. Противопоказана вакцинация тем людям, которые не переносят отдельные компоненты вакцины. Те пациенты, которые страдают, у которых в анамнезе есть тяжёлые аллергические реакции, но подтверждённые, вот подчёркиваю, подтверждённые врачом-аллергологом-иммунологом, либо данными в амбулаторной карте. Люди с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, после инфарктов и инсультов, а также с прочими серьёзными проблемами со здоровьем должны быть проконсультированы у своего лечащего врача и направлены в поликлинику на иммунологическую комиссию. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями также вакцинируются с насторожностью после рекомендации врачей-аллергологов, иммунологов или эндокринологов. Пациенты с онкологическими заболеваниями рекомендовано проводить вакцинацию, но, естественно, не в тот период, когда пациент получает активную терапию. Новые рекомендации внесли ясность в процедуру вакцинации женщин во время беременности и после родов. Возможно, вакцинация при беременности в сроке более 22 недель. В случае наличия тяжёлых заболеваний у матери, заболевания ковида могут привести к негативным последствиям. Кормящие матери не вакцинируются. В России вакцинировано только 40% населения, но для победы над вирусом необходимо достигнуть показателя в 80%. Начинать нужно с формирования коллективного иммунитета в рабочих группах и, прежде всего, в семьях. Потому что если кто-то привился, второй ходит непривитый, он может заболеть. И заболеет и тот человек, который привился, конечно, в лёгкой форме, но, тем не менее, мы сами создаём угрозу для своих близких, особенно если это лица поджилого возраста. Для многих до сих пор остаётся неясным, как получить QR-код о прохождении вакцинации. Лидия Штаний повторяет, он будет направлен в личный кабинет на сайт госуслуг через несколько дней после прохождения всех этапов вакцинации. Каждый пациент сам лично должен оформить свой личный кабинет на госуслугах. Если же у пациента не имеется такой возможности, медсанчасть, ну и вообще любая медицинская организация, в соответствии с приказом Минздрава 12 ноября 2021 года, номер 1053Н, выдаёт ему справку утверждённого образца. Как и сертификат, и QR-код, так и справка утверждённого образца действует на всей территории Российской Федерации. Справку можно получить, написав заявление на выдачу документа в регистратуре поликлиники. Также обращаются пациенты, которым нужна справка, подтверждающая, что он перенёс новую коронавирусную инфекцию. Опять же, нужно в холле регистратуры лежат бланки, написать заявление, передать его, и выделены специальные люди, которые пишут эти справочки. Лидия Штани также напомнила, что сама вакцина не является причиной заболевания ковидом, а также о том, что препарат для вакцинации и ревакцинации каждый выбирает самостоятельно. Если это вакцины Ковивак, Эпивак Корона и Гамм Ковид Вак, то прививка делается в два этапа даже при повторной вакцинации. Единоразово вводится только спутник Лайт.